итак lenovo k 900 пожалуй наверное самый стильный самый красивый смартфон или фаблет 2013 года вот так вот он выглядит металл на задней крышке очень мощно цельно слаженный корпус и абсолютно великолепный full hd дисплей с диагональю 5 и 5 дюймов с прекрасными углами обзора вот такая как сейчас принято говорить лопата хотя на самом деле он достаточно эргономичен не очень тяжел 160 грамм весит для металла и для таких размеров очень небольшой это вес ну и к тому же девайс достаточно узкий то есть управление одной рукой никак не вызывает никаких проблем вот пожалуйста клавиатура вот пожалуйста можно дотянуться одной рукой до любой клавиш но девайс пока отложим в сторону потому что стильность этого устройства подкреплена крайне опять-таки стильной красивой коробкой не показать такую коробку и не сделать как бы анбоксинг хотя на самом деле конечно же к 900 я уже давно из коробки достал но на не показать коробку нельзя вот так вот выгравирована к 900 когда вы открываете здесь появляются красные красный фон у этих букв здесь надпись леново power by intel inside леново к 900 это атомофон так называемым то есть смартфон построенный на процессоре intel atom который имеет архитектуру x86 для тех кто не знает скажу что на такой же архитектуре работают ноутбуки и вообще а линейка процессоров intel atom это линейка который изначально intel создал именно для ноутбуков но и постепенно мобильные версии intel atom а начали применяться в смартфонах этим к 900 интересен но если не в первую очередь но то во вторую то есть представьте себе по сути что android установлен на вашем нетбуке вот в таком конверте ки вкладыши находится коробка тоже черная на задней сзади на этой коробке всякая информация о смартфоне но вообще о продукте но мы углубляться в нее не будем углубимся лучше в саму коробку конверт с достаточно большим количеством разных руководств как на русском языке так и на английском руководство действительно познавательные и функциональные вот с картиночками все но на самом деле лично я их не очень рассматривал в принципе весь интерфейс кастомизированный интерфейс android в леново к 900 он абсолютно интуитивно понятны и никакой необходимости копаться в руководствах у меня лично не было под этим конвертом обратите внимание находится скрепочка это уже стандартный аксессуар практически всех современных смартфонов скрепочка предназначена для доставания слота для микро sim карты далее в коробке наушники со сменными подушечками разных размеров вот такие наушники проводок у них плоские прорезиненные наушники неплохие но особенно хвалить их не буду они скажем так средние наушники с одной единственной кнопкой для ответа на звонок и все помимо этого хотелось бы обратить внимание но не столько даже пользователей покупателей потенциально сколько инженеров intel на вот такой достаточно резкий переход от самого этого плоского проводка к джеку у меня по такой же модели построенные наушники были в nokia 900 и вот в этом месте как раз этот плоский проводок где-то через полгода перейдешься так что не знаю насколько долго прослужат эти наушники думаю что инженером леново есть над чем поработать хотя на самом деле это смешно леново работают такие инженеры которые наверняка могут сделать наушники получше что касается действительно чем можно гордиться и хвастаться это вот такое зарядное устройство на 2000 миллиампер часов очень хорошая вилка заряжает сам к 900 это вилка примерно за два с половиной максимум три часа и вообще вилка стоящая думаю что с ее помощью можно заряжать и все другие девайсы вообще мощные зарядки это то на что мне кажется производителям да и потребителям имеет смысл обращать внимание потому что заряд как правило смартфоны комплектуются достаточно слабенькими зарядками чем мощнее зарядка тем быстрее происходит опять-таки зарядка и соответственно пользователям предлагаю обращать внимание на то какими зарядками комплектуются те или иные девайсы ну и проводок юсби микро юсби тут собственно комментировать особенно ничего вот весь комплект поставки комплект поставки не выдающийся скажу прямо совершенно обычная а вот упаковка как и сам девайс действительно очень красивые думаю это позиционирует к 900 как реально отличный подарок особенно с учетом его внешности с его с учетом его технических характеристик и с учетом его цены на данный момент по данными яндекс маркета доступно две версии смартфона на рынке 16 гигабайт на и вот как раз у меня на то есть было и пока еще есть 16 гигабайт на версии и 32 гигабайт на версии и разница между ними примерно в тысячу рублей где-то от 14 с половиной до 15 с половиной до 16 тысяч стоит этот смартфон скажу откровенно своих денег он стоит точно ну давайте теперь перейдем к самому смартфону и начнем опять-таки поскольку мы говорили о коробке и об оформлении начнем с оформление и с материалов сразу бросается в глаза вот это вот крышка из нержавеющей стали четыре болта очень все стильно действительно крышка вот месяц я про пользовался смартфоном крышка царапается но думаю что это такие благородные достаточно царапины которые ничуть не портят девайс а наоборот делают его таким потертым бывалым устройством мне во всяком случае эти царапины скажу прямо нравится что касается вот этих двух частей то они не металлические это поликарбонат цепы линиям но расстраивается на эту тему я думаю не следует по той простой причине что поликарбонат материал очень хорошо зарекомендовавший себя уже на протяжении практически трех лет двух с половиной лет выпускают те или иные производители смартфоны из с корпусом из поликарбоната и никаких нареканий на этот счет не было ну как вы видите intel inside красуется здесь леново крышка сама несъемная эти четыре болта скорее не думаю что они полностью декоративные скорее они предназначены для сервиса чтобы в сервис-центре был доступ к внутренностям устройства хотя я думаю что можно и самостоятельно их раскрутить но я не пробовал это делать честно говоря может быть еще попробую микрофон для видеосъемки двойная светодиодная вспышка 13 мегапиксельная п-камера очень неплохая динамик достаточно громкий сейчас я чуть позже его продемонстрирую значит тут вот это вот перекладинка она слегка приподнята над общим уровнем что дает возможность звуку когда смартфон у вас лежит на столе предположим звуку пробиваться между поверхностями задней крышки и стола на правой боковой грани кнопка включения и выключения и слот для микросим карты верхняя боковая грань чистая на левой боковой грани такая качелька громкости все эти клавиши металлические очень крепкие и приятные на ощупь внизу micro usb микрофон и 35 миллиметров для наушников вот как бы так достаточно минималистично удивительно но на коммерческих образцах lenovo k900 не оказалось слота для сменных sd-карт в то время как на инженерных образцах которые мелькали где-то с конца той середины прошлого года такой слот был это конечно минус говорить тут нечего но слава богу 32 гигабайтная версия появилась этого смартфона на рынке это уже что-то потому что вот 16 гигабайт откровенно говоря мало потому что лично для меня чуть ли не основным сценарием помимо смартфонного использования этого девайса вот за тот месяц пока я пользуюсь был просмотр фильмов то есть понятное дело я пользовался там фейсбуком твиттером вконтакте skype вот сюда закидал все основные приложения которые меня пользовался читал книжки дисплей здесь абсолютно великолепный вот действительно один из лучших дисплеев сразу же отмечу что он распознает касание не только пальцев но и пальцев перчатках но перчатки у меня под рукой нет поэтому я сейчас так по домашнему засуну руку в рукав и продемонстрирую это вот пожалуйста распознаются касание так что на зиму приобретать lenovo к 900 можно абсолютно легко вот демонстрирую углы обзора все прекрасно это и ps матрица full hd 1980 1920 на 1080 5 и 5 дюймов и ну уж коли заговорил о кино давайте чуть-чуть посмотрим кино это действительно сплошное удовольствие смотреть здесь кино на мой взгляд совершенно не обязательно закачивать или смотреть онлайн фильмы с разрешением 720p я вот смотрел с разрешением ну давайте попробуем 720p ok значит пока все это дело будет подгружаться сразу скажу что из-за x86 архитектуры никаких проблем с просмотром фильмов будь то онлайн или оффлайн не возникает потому что mx player mx player сразу же просит подгрузить дополнительные декодер для x86 архитектуры и собственно вы его из google play market play загружайте и смотрите вот как вы видите абсолютно нормально вот касаемо звука про джобс и фильм как вы видите отпечатки пальцев на дисплее все-таки остаются хотя олеофобное покрытие тут имеется тем не менее отпечатки пальцев остаются протираются они правда надо отдать должное очень легко вот буквально я сейчас об брюки протер и совершенно чистый дисплей то есть олеофобное покрытие все-таки хоть и не идеально но свою функцию исполняет так прекратилась у нас загрузка продолжение ну давайте что-нибудь новое попробуем и давайте попробуем ну или ладно давайте 720p также хотя еще раз повторяю на мой взгляд совершенно не обязательно 720p на таком дисплее я покажу чуть позже на таком дисплее смотреть фильмы в разрешении 360p абсолютно комфортно все равно это очень неплохая картинка а мой взгляд 720p актуально когда речь идет о каких-то больших экранах на смартфоне совсем не обязательно но в разрешении 360p один фильм занимает меньше одного гигабайта однозначно поэтому 32 гигабайт будет достаточно для того чтобы вы загрузили там грубо говоря с десяток фильмов и смотрели бы их в дороге что приятно смартфон смартфон можно просто положить и смотреть на него совсем не обязательно и будут как-то так углы обзора позволяют но достаточно темная картинка тем не менее все видно если бы еще вай фай нормально работал было бы совсем все хорошо давайте попробуем сейчас тот же фильм посмотреть ну или не тот же в другой другой какой-нибудь посмотреть с разрешением не 720p а 360p во первых это будет быстрее подгружаться ну а во вторых на мой взгляд никакого принципиального различия для смартфона это уменьшение разрешения не принесет ну и пожалуйста дисплей правда прекрасные динамик тоже прекрасные в общем для просмотра фильмов даже если смотреть не в наушниках это устройство подходит идеально что касается сразу школе заговорили о просмотра фильмов просмотре фильмов сразу скажу об аккумуляторе значит аккумулятор здесь на две с половиной тысячи миллиампер часов если говорить о просмотре фильмов то но в разрешении 360 и это позволяет посмотреть наверное фильмов пять точно вообще при средней загрузке деньги смартфон живет у меня без проблем совершенно такая ситуация с расходом аккумулятора было не сразу где-то через неделю из того как я начал пользовался к 900 пришло обновление и по всей видимости это обновление принесло с собой улучшению улучшение работы по затрате энергии и смартфон стал работать ну не скажу значительно но ощутимо дольше и вот теперь действительно часов 10 при средней загрузке он работает у меня без проблем под средней загрузкой я понимаю постоянно подключенный вай-фай или если вай-фай отключен то подключенный мобильный интернет общение в интернете в соцсетях по чатам по разговору естественно смски навигация браузинг навигация я имею ввиду и как в интернете так и картографическая навигация то есть подключенный gps ну скажем так где-то час в день поэтому ну может меньше часа поэтому вот в таком режиме смартфон работает автономно часов 10 конечно поскольку городской день длится больше десяти часов явно но у меня во всяком случае имеет смысл все-таки в течение дня его подзаряжать но это абсолютно нормальная ситуация зато вы получаете прекрасный прекрасный совершенно дисплей с прекрасным звуком в общем для просмотра фильмов устройство абсолютно идеально что касается игрушек была были у меня сомнения как вообще будут работать игрушки на x86 архитектуре работают игрушки абсолютно нормально честно говоря я не наткнулся ни на одну игрушку которая отказалась бы работать на x86 архитектуре вот продемонстрирую несколько из них в эту игру в теннис я играю практически на каждом устройстве и надо сказать несмотря на то что по идее она достаточно простая замечаю определенные нюансы скажу прямо на платформе снэп драгон 800 плюс адрена 330 игра была ощутимо плавней и приемистей что ли то есть я действительно мог намного лучше управлять мечом и ракеткой и делать какие-то такие вещи которые на предыдущих платформах не были недоступны здесь игра тоже вполне комфортно но какие-то нюансы как мне кажется все-таки в самой топовой современной платформе для смартфонов снэп драгон 800 плюс адрена 330 они все-таки лучше и приятней ну теперь давайте попробуем игрушку помощнее ironman 3 с достаточно мощной графикой вот пожалуйста как все это дело выглядит на intel of sky платформе ну про дисплей тут говорить опять таки больше я думаю нечего в во всех смыслах это один из лучших дисплеев на рынке дисплей кстати забыл сказать дисплей покрыт защитным стеклом gorilla glass 2 стекло действительно ощущается достаточно крепким не знаю ронять я не пробовал но вот так вот предполагает скажем так такое слегка брутальное обращение сейчас подгрузится забыл еще сказать что здесь находится двухмегапиксельная фронтальная камера очень хорошая достаточно светосильная для skype да и для автопортретов вполне приемлемо и даже более того очень хорошо да что такое да и и и и и и ну вот как вы видите абсолютно нормально идет игра никакой принципиальной разницы с арм архитектурой я во всяком случае ну ладно вот касаемо игрушек теперь касаемо камеры основной камеры 13 мегапиксельной которая меня впечатлила тем как она снимает в ночи ну вот например я в магазине тоже ночью снимал абсолютно нормальная плод детализации вот тоже ночная съемка тоже ночная тоже ночная пожалуйста в ночи снят дома никак не освещены по сути то есть ночное уличное освещение тут где-то рядом фонари не более того абсолютно нормально вот видео несмотря на то что тут нет естественно никакой оптической стабилизации стабилизация абсолютно приемлемая и видео снимает как ночью так и днем эта камера очень и очень неплохо хотя с другой стороны на виду с этим хотелось бы сказать что на самом деле конечно не эту камеру нельзя воспринимать как камеру для художественной фотографии это исключительно документальная камера будь что видеорежим будь что фото режим для инстаграма очень неплохо для того чтобы сфотографировать документы или какое-то объявление или какую-то информацию или какую-то ситуацию эта камера тоже подходит для того чтобы фотографировать высоко художественной фотографии она не подойдет ну вот сфотографирован документ скажем так тоже ночная съемка вот концерт вот днем достаточно сложное было освещение но в принципе камера справилась с этим сложным освещением все верно передала надписи на табличке не разглядеть тем не менее в общем фотография абсолютно приемлемая на мой взгляд вот степень детализации листьев судите сами опять-таки номер практически не разглядеть но в основном фотография нормальная вот более или менее удавшаяся фотография такой скажем так крупный план вот еще один пример ночной фотографии возвращаясь камере скажу что вообще в камере огромное количество настроек честно говоря я в них даже я когда увидел такое количество настроек я в них даже не стал копаться я не знаю зачем такое количество настроек нужно непонятно зачем люди столько работали тем не менее вот их действительно много помимо этого здесь есть еще дополнительные настройки ну камера фотографирует в hdr можно делать панорамы есть расширенные настройки которые позволяют делать гифки тоже достаточно приятный функционал можно снимать групповую фотографию и потом на этой групповой фотографии выбирать улыбку у каждого из членов группы в общем такие продвинутые настройки вот эти вот настройки мне действительно понравились что касается вот основных настроек по выбору размеров разрешения фотографии и так далее и тому подобное я вообще не понял зачем все это нужно это все-таки смартфон а не зеркальный фотоаппарат видео съемка происходит вот таким вот образом и в процессе видео можно еще и делать фотографии но этим функционалом на самом деле сейчас особенно никого не удивишь тем не менее он приятен хотелось бы вернуться к дисплею потому что забыл сказать о том что дисплей этот помимо прочих своих достоинств обладает еще абсолютно феноменальной яркостью вот та яркость которая у меня сейчас установлена это скажем так один из вариантов и далеко не самый мощный это промежуточный вот это вот самый мощный вариант яркости вот это автоматически вот это самый слабый надо сказать что пользоваться им абсолютно нормально вот это средний которым я пользуюсь и признаться и в солнечный день и в любую погоду при любом освещении мне этого режима яркости хватало вполне еще раз говорю дисплей здесь просто великолепный что еще хотелось бы отметить ну пожалуй перейдем в настройки вот общие параметры выглядят настройки поделены на три вот таких вот графы три столбца вот здесь вот общие параметры здесь дополнительные параметры тут режим в кармане режим вне кармана честно говоря я всем этим не пользовался мне кажется что вот такие вещи не очень нужны и важны ну во всяком случае мне как пользователю они не были интересны вот тут вот уже все настройки перечислены аккаунты экран память приложение о телефоне ну и вот здесь вот основная информация версия android 421 двухъядерный intel работающий на частоте 2 гигагерца 2 гигабайта оперативной памяти full hd и 5 5 дюймовый дисплей передняя камера 2 миллиона пикселей задние 13 миллионов ну вот на данный момент у меня свободно 7 и 8 гигабайт памяти проверим заодно нет меня установлена последняя версия операционные системы подытоживая хотел бы сказать несколько слов на перспективу что называется устройство мне очень и очень понравилось я считаю что за те деньги грубо говоря в среднем за 15 тысяч которые этот аппарат стоит это великолепное совершенно предложение думаю что к новому году к 900 еще слегка подешевеет и будет совершенно прекрасным подарком это один из лучших дисплеев очень хороший корпус вполне приемлемая камера и абсолютно достаточная адекватная аппаратная платформа кстати сказать забыл показать результаты антуту бенчмарка который показал что который показал что к 900 находится чуть выше google nexus 10 и чуть ниже sony xperia z то есть конечно не сказать что это самая мощная аппаратная платформа но тем не менее и мощность абсолютно актуальна адекватно и предостаточно для выполнения всех основных задач ну в качестве примера вот пожалуйста покажу скроллинг в фейсбуке который конечно же зависит и от вай фай соединения тем не менее вот пожалуйста все очень плавно картинки толку подгружаются потому что йота вай фай последнее время точнее йота 4g последнее время чего-то барахлит а так вот поиск в браузере пожалуйста не знаю давайте газету найдем вот пожалуйста в общем абсолютно адекватная аппаратная платформа я думаю и на игрушках я это показал но поскольку в инженерных образцах присутствовал разъем для micro sd карт в конечном коммерческом образце его не оказалось я думаю что ну и не только поэтому я думаю что это только первое устройство целой линейки я не знаю как она будет называться скорее всего это тоже будет буква к но номера будут другие может там 910 или как-то еще вот мне в этом устройстве очень не хватало вот здесь вот такого магнитного контактного даже не магнитного контакта который вот я продемонстрирую это на sonic spirit ultra вот sonic spirit ultra рядом с ним к 900 и вот такой такая контактная площадка при помощи которой sonic spirit ultra устанавливается вот на такую подставочку даже док станции это назвать нельзя это именно подставка зарядка у sonic spirit ultra я когда делал обзор и говорила о том что мне не понравились вот материалы из которых изготовлен корпус мне показалось что но они такие провоцирующие очень осторожное бережное отношение в то же время устройство очень мощная очень но самое одно из самых мощных сейчас вот грубо говоря при этом но она по сравнению с к 900 она все-таки мягко говоря великовато то есть им уже как смартфоном тяжело пользоваться к 900 как смартфоном пользоваться абсолютно реально я носил к 900 в кармане брюк иногда в переднем боковом иногда в заднем кармане брюк и и абсолютно все ну не знаю может у меня карманы какие-то слишком большие но не думаю думаю что самые обычные карманы самых обычных джинсов вот такого магнитного разъем чека мне здесь очень не хватало во первых можно будет чаще ставить на зарядку вот так вот во вторых это действительно удобно когда ты имеешь возможность не просто положить смартфон а вот поставить его на некую такую подставку вот пожалуй что мне кажется абсолютно необходимым дополнением в следующей версии этой модели плюс конечно же обязательно на мой взгляд должен появиться разъем для micro sd карт что касается того что платформа аппаратная платформа интелатом не поддерживает lte не поддерживает nfc ну на самом деле не знаю что с этим делать потому что но nfc штука удобная я лично ей пользуюсь и если выбирал устройство обращал бы внимание на наличие nfc потому что перекидывать по nfc с одного устройства на другое фотографии например это удобно с другой стороны конечно же есть bluetooth который так или иначе может заменить и на все пусть не так залихватски быстро но по bluetooth передать то есть использовать bluetooth по сценарию nfc вообще не проблема что касается lte то это действительно определенная проблема потому что но на данный момент это не проблема потому что это я по сути нету вот а через год 2 а это уже станет проблемой будет ли lenovo выпускать и дальше к 900 на платформе от intel это вопрос думаю что скорее всего будут две версии на intel и и на каком-нибудь аркан арм процессоре скорее всего на том же qualcomm не знаю в идеале конечно же мне лично хотелось бы видеть здесь не android а какую-то другую операционную систему вот я недавно тестировал blackberry z30 поскольку речь идет о том что lenovo один из претендентов на покупку blackberry используя к 900 я вспоминал за 30 и думал часто о том каким бы был к 900 если бы здесь стояла операционка блокбери 10 честно скажу был бы лучше был бы лучше по функционалу ну лично для меня такое количество приложений которым хвастается play market android мне все эти приложения совершенно не нужны мне там максимум приложений 50 которые есть и в блокбери 10 и в мега у хроматан и в многих других скажем так локальных операционках не глобальных поэтому дефицита приложений для меня не было бы зато функционал был бы значительно больше была бы полноценная многозадачность и так далее на мой взгляд к 900 не скажу что он прям лучше чем за 30 по своим аппаратным характеристикам но дисплей в к 900 безусловно лучше в за 30 все стоит простой hd дисплей amoled хотя тоже дисплей очень неплохой с великолепными углами обзора но здесь дисплей получше касаемо корпуса там стекловолокно на задней крышке которые тоже очень приятно и и достаточно крепкая ну в общем особых нареканий за 30 у меня не вызывает это одно из самых понравившихся мне устройств но поскольку мне очень понравилось lenovo k 900 я думаю что если бы в будущих моделях этого устройства появилась бы операционка blackberry 10 было бы только лучше что касается здешней кастомизации андроида то но она неплохая но какие-то странные вещи в ней все-таки присутствует ну вот в качестве такой фишки интерфейс который мне однозначно понравилось я хотел бы отметить вот такую фишку поворот меню горячих горячего доступа грубо говоря вы держите в одной руке смартфон и вам нужно дотянуться до телефона до телефона тянутся далеко вы делаете просто вот так вот и телефон у вас оказывается вот так так почему-то камера открылась непонятно почему что касается ну или наоборот вам нужен браузер и вы и вы переходите в браузер вот таким вот образом что касается ну вот здесь выделяются юзер пике тех кто вам прислал сообщение или тех кто вам звонил что касается контактов вот с контактами возникла определенная проблема потому что например контакты из фейсбука они их невозможно изменить или дополнить вот например контакты с фейсбука по идее вот кнопка чтобы его изменить сюда я бы хотел добавить например телефон или еще какую-то информацию ничего этого сделать я не могу куда не тыкаешься толку никакого можно только отменить или сохранить а ситуация другая в тех случаях где есть телефон вот пожалуйста и здесь здесь я могу добавить в другое поле и произвести реальные живые изменения почему так ответа на этот вопрос у меня нет тем не менее это неприятная такая досадная деталь в остальном но android как android со со своими плюсами и минусами работающие в принципе абсолютно приемлемо мне не очень понравилось как происходит например перенос ярлыка приложений вот в обычном android стоковом да и в многих кастомизированных версиях в меню установленных приложений вы просто зажимаете ту или иную иконку и переносите ее на рабочий стол здесь вы зажимаете и у вас включается меню удаления этого приложения а разместить иконку на рабочем столе для того чтобы разместить иконку на рабочем столе вам нужно выделить вот здесь вы можете сменить значок вот пожалуйста сменить значок переименовать удалить очень много всего зачем все это нужно честно говоря не знаю вот пожалуйста варианты работы с настройками интерфейс в общем по легкости настроек интерфейса мне как-то не очень все это дело понравилось касаемо предустановленных приложений есть радио есть диктофон калькулятор фонарик видео проигрыватель календарь календарь пуст тем не менее есть файловый менеджер вот так вот он выглядит тоже вроде как поработали вроде как сделано определенная работа но честно говоря ну файловый менеджер хорош вот что касается интерфейса действительно и что касается контактов действительно мне не очень это понравилось но вот поскольку открыл значит вот тут видеоролики записанные мной на к 900 обращаю внимание что записываются они в формат 3gp значит сейчас я пытаюсь посмотреть есть ли тут свойства нет свойств тут нету звук пишется в стерео тем не менее кодек mp4 почему в 3gp не знаю но это на самом деле с китайскими аппаратами частенько случаются почему-то в китае любят этот контейнер вот здесь вот музыка документы так далее и тому подобное не знаю на самом деле наверняка еще что-то забыл сказать может быть чуть позже дополню но еще раз повторю девайс очень хороший абсолютно премиальный вот совершенно премиально действительно никаких люфтов никаких скрипов ничего очень крепкая конструкция с великолепным дисплеем поэтому вот действительно принципиально важных дополнения которые хотелось бы увидеть в следующей модели это слот для сменных sd-карт и магнитный контакт для установки в док-станцию зарядку вот пожалуй все тем кто планирует приобрести lenovo k900 однозначно рекомендую на мой взгляд вот по месяцу использование мной этого смартфона могу сказать что не пожалеете мне расставаться с ним не хочется может быть придумано какой-нибудь повод пока еще какое-то время попользоваться и тогда расскажу может быть еще о каких-то нюансах его эксплуатации но пока все спасибо